День приветствий и хорошего настроения В Самарском яхт-клубе музыкант исполнил сочинение Паганини, Баха, Шопена и Чайковского Критика отмечала простоту и страстность исполнительского стиля 21 ноября 1861 года в селе Иссаклы в имении статского советника Шалашникова Открыли училище для крестьянских детей Помещение и мебель предоставил помещик, а за обучение взялся местный священник В день открытия училища к молебну явились первые воспитанники, 14 мальчиков 21 ноября 1941 года с полным правом можно назвать днем рождения нового завода, четвертого государственного подшипникового В этот день рабочие эвакуированные из Москвы в Куйбышев заводы собрали первую партию своей продукции 70 тысяч штук шариковых подшипников Вечером того же дня их отправили на оборонные заводы страны 21 ноября 1976 года с самолетом в Куйбышев прибыли необычные гости 538 зайцев-беляков Такой подарок сделал край Иркутский зоокомбинат Ушастых расселили по заказникам Исаклинского и Кенельского районов Всего в Куйбышевскую область за 5 лет завезли 160 европейских оленей Около 150 выхухли, а также тысячу зайцев и больше 20 кабанов День 21 ноября, начиная с 1996 года, посвящен Всемирному дню телевидения И хотя сам праздник еще достаточно молод, история телевидения насчитывает уже больше 80 лет Впервые опыт использования электронных лучей для передачи и приема изображения Поставили в США и Японии в 20-х годах прошлого века И только через 13 лет, в 1933 году, Владимиру Заворыкину, русскому инженеру Удалось изобрести катодную трубку, главный элемент телевизора Что бы там ни говорили, но без налогов не может обойтись ни одно общество Традиционно 21 ноября в России отмечают День работника налоговых органов Еще людей этой профессии называют налоговиками Несколько реже чиновникам ФНС говорят фискалы Есть уже совсем устаревший синоним – мытари Так в старину называли сборщиков податей 21 ноября, 111 лет назад, в Самаре родился Николай Симонов Выдающийся актер театра и кино Народный артист Советского Союза Единственный и неповторимый Петр Первый Великим русским трагиком 20 века называли его критики 21 ноября 1920 года родился известный композитор Ян Фрэнкель Главная его песня – это, конечно, «Журавли» В тот же день, в 1918-м, родился актер театра и кино Народный артист Союза Михаил Глузки А в 1927-м – народный артистка России Тамара Носова Начинавшая в «Молодой гвардии» и других серьезных драматических лентах Также 21 ноября на свет появились балерина Наталья Макарова И академик-математик Андрей Гончар Сегодня Михайлов день – большой православный праздник Веселый, светлый и сытный На Руси архангел Михаил почитался с древних времен И прежде всего, как избавитель от всех бед и скорби В народном календаре Михайлов день считается рубежной датой С этого дня зима встает на ноги Со дня Михаила Архангела зима морозы кует Примечали – каков Михаил, таков и Никола зимний Продолжим завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова